Приветствую вас, мои дорогие друзья! Тема у нас сегодня очень спорная. Заранее прошу вас оставить свое мнение в комментариях, это будет интересно. Недавно смотрела видео одной художницы на ютубе и заметила, что она упорно называет холодный синий теплый, а теплый холодным. Она сделала это много раз, поэтому я поняла, что она не оговорилась, а действительно уверена в своих словах. Тогда я задумалась, а сколько людей еще считают так же, как она, и задала вам вопрос в своем телеграмме. Кстати, друзья, подписывайтесь на мой телеграмм Влада Пэйн, это легко найти. Там много всего интересного, ссылка будет в закрепе, если вы не найдете по поиску, все ждут только вас. Так вот, я сделала картинку с двумя синими и спросила, какой из них теплый, а какой холодный. Провела опрос, и каково же было мое удивление, когда большинство проголосовавших со мной не согласились. Тут-то я и задумалась о том, что необходимо снять видео на данную тему. Давайте разбираться. В комментариях под тем моим голосованием началось бурное обсуждение. Люди приводили примеры из физики, оптики, астрономии. Но давайте не пороть горячку. Мы художники и задаемся вопросом, какой синий теплый, а какой холодный, с одной лишь только целью. Мы хотим создавать необходимые нам смеси. Хотим заранее знать, что у нас получится от сочетания тех или иных цветов. Так что единственная наука, которая нас интересует, это колористика. Тем более, мы все прекрасно понимаем, что теплым или холодным цвет можно назвать только условно. Цвет не имеет температура, его как бы нельзя потрогать. Это скорее вопрос восприятия и ассоциаций. Я сразу очерчиваю рамки, чтобы нам не уйти в ненужные дебри. Это ни в коем случае не примитивизация. Те, кто хоть раз читал книги по колористике, поймут, ничего там простого нет. Если вы видели простую книжку по колористике, это скорее всего плохая литература. Выкидывайте ее и покупайте книжку потолще и понуднее. Так, ладно, это я немножко отступила от темы. Давайте ближе к нашим теплым и холодным цветам. Итак, перед нами цветовой круг. Куда же мы без него? Его можно условно разделить пополам на теплые и холодные цвета. Желтый, оранжевый и красный традиционно считаются теплыми, а зеленый, синий и фиолетовый холодными. С этим, я думаю, все согласятся. Но каждый из этих цветов имеет оттенки. Так, красный может быть красно-оранжевым или красно-фиолетовым. Один красный, красно-оранжевый, более теплый. А другой, красно-фиолетовый, более холодный. Зачем нам понимать, с холодным или теплым красным мы создаем смесь? Смотрите, если хотите получить фиолетовый, вы будете мешать красный и синий. Но у вас может получиться приглушенный фиолетово-коричневый. У кого хоть раз в жизни не получалась такая вот некрасивая смесь? Да у всех получалось. Почему же так происходит? Потому что вы не учли оттенок своего синего и своего красного, из которого и делаете смесь. Если вы взяли красно-оранжевый, то помимо красного в краске присутствует еще и оранжевый. И он тоже будет участвовать в создании смеси. И если вы смешали красно-оранжевый с синий-зеленым, то у вас получается основная фиолетовая смесь с оттенком смеси оранжевого с зеленым. Все эти краски никуда не уходят, они смешиваются все вместе. Вот в этой смеси будут присутствовать и оранжевый и зеленый. Пусть в небольших количествах, но они там будут и они будут влиять на смесь. Что мы получаем, смешивая оранжевый и зеленый? Мы получаем грязно-бурый цвет. Поэтому и фиолетовый у нас будет грязный, с таким грязноватым оттенком. Если же вы возьмете синий-фиолетовый и смешаете его с красно-фиолетовым, то вы получите фиолетовый с оттенком фиолетового. То есть будет чистый, чистейший фиолетовый. Лучше, конечно, вместо красно-фиолетового взять вообще розовый или даже оперу, то есть еще более холодные цвета. И вот тогда смесь будет звенеть так, что уши заложит. Обещаю. В общем, вы поняли принцип. Вот для этого нам и нужно знать, теплый оттенок мы набираем или холодный. То есть мы говорим, возьми холодный желтый. Хотя правильно было бы сказать, возьми желто-зеленый. Представляете, это гораздо более удобно. Вот, например, для начинающих слышать не холодный желтый, когда это вводит в ступор вообще начинающего, что там за холодный желтый, как это определить, а желто-зеленый. И начинающий сразу понимает, ага, в этом желтом есть еще и зеленый, который будет принимать участие в смеси, и я это должен учитывать. И если бы мы все делали именно так, называли бы цвет и указывали оттенок, мы бы никогда не запутались. Это гораздо более объективный параметр, чем говорить теплый или холодный цвет, потому что разные люди воспринимают тепло и холод в цветах по-разному. Но мир не идеален, и мы продолжаем говорить о теплых и холодных цветах. В конце концов, это проще произнести как-то быстрее, да? И самая большая путаница ожидаемо возникает с синим цветом, потому что он однозначно холодный и воспринимается холодным, с каким бы оттенком он не был. И спорить тут можно до посинения, извинить за каламбур. Меня же учили, что синий-зеленый оттенок теплый, а синий-красный холодный. И до недавнего времени я думала, что это общепринятое обозначение. Несмотря на то, что на это нет никаких объективных причин, мне казалось, что люди просто договорились, что так оно будет, и живут в мире из согласий. Просто это такая аксиома, так скажем. Но оказалось, что есть много книг и много художников, которые думают противоположным образом. И у меня ощущение, что это какая-то западная школа, хотя я могу ошибаться. Кстати, для меня немного странно, почему таких споров не возникает насчет оранжевого. Какое теплее, оранжево-желтый или оранжево-красный? Тут, по-моему, такая же ситуация, как и с синим. Вроде и желтый, и красный теплые цвета. Какой из этих оттенков холоднее? Для меня оранжево-красный холодный, а оранжево-желтый теплый. А как для вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Вообще, знаете, я была так удивлена, когда узнала, что серьезные художники ведут споры о тепле и холоде в красках. То есть, это же очевидно субъективные вещи. Это все равно, что спорить, что вкуснее, пирожное или мороженое. Для меня это не так важно. Если это не мешает вам добиваться предсказуемых смесей, считайте как угодно. Это ни на что не влияет. Просто когда разговариваете с другими людьми, лучше уточняйте оттенок, чтобы не запутаться. А то мало ли что. Учитывайте, что все думают по-разному. Так что я вас предупредила. Надеюсь, этот вопрос, ну, хоть чуть-чуть вы прояснили для себя. И я вам была полезна этим видео. Всем спасибо за внимание и всем пока!